Сегодняшняя история предновогодняя и немножечко волшебная. Готовится к Новому году центральная елка города и готовятся к переезду две очаровательные красноярки, которые были соседками в прежнем аварийном жилье. Новый год они встретят тоже по-соседски, но уже в новом современном доме, построенном на правом берегу, прямо напротив главной городской елки. Так неожиданно получилось, когда соседка Лена говорит, а мы на четвертом, я говорю, так и я, вы в каком, в восьмом, так и я в восьмом. Раз-раз, у вас какая квартира такая, а у меня вот такая. Ну как так могло? Миллионный город, даже там, ну два дома под эту программу построены в одном доме, на одном этаже и через стенку. Так не бывает, чудеса новогодние просто. Соседи знаю давно, и как вот они стали на фортепиано играть, еще первые там гаммы, а теперь-то потом произведения пошли, так мы и там будем слушать эту музыку. Наталья и Елена живут друг над другом в старом деревянном доме по охране труда. И вместе же они приехали получать ключи от своих новых квартир в 17-ти этажке на улице Крайняя. Здесь за полтора года возвели два дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Вот я стопроцентный житель Левобережья. Все свои годы я прожила на Левом берегу. Когда сюда впервые вот приехала посмотреть только дом, он еще строился, и я сказала, я хочу жить здесь. Я хочу жить здесь, на берегу Енисея. Мы до этого очень сильно волновались, где будет квартира, какая. И когда мы зашли и увидели такую красивую квартиру, то, конечно, было облегчение. На предмет активного образа жизни Елена изучила весь город и уже прикинула, что с улицы Крайней ей будет недалеко до Черной Сопки, Таргашинской пещеры, ну и остров Татышев рядом. Его особенно хорошо видно из окна соседской квартиры. Узнала по картам, что этот остролог называется Осириодыш. Остров Татышев, поле зрения, вон она елка уже. Ну как вам после 20 лет на первом этаже? Ой, отлично. И не то, что если бы выше, был бы Енисея сверху вниз, а тут он на ладони. Вот такая проекция. Деревянный двухэтажный дом, в котором наши героини жили около 20 лет, построен был еще в конце 50-х годов прошлого века. Аварийным его признали в 2015-м. Немножечко стены заваливаются. Когда тут проводили работы строительные, делали тут подвалы, то стены покосились сильно. Конечно, стало опасно жить. Но в морозы может легко и просто что-нибудь там рухнуть из системы водоснабжения, потому что все трубы очень старые. И за столько лет их так сваривали. Вот если там коснуться гипсокартонный потолок, там просто как оленьи рога. Конечно, жильцы любили свой старый дом, как могли ухаживали за ним и создавали уют в своем маленьком мире. Но аварийное состояние уже не исправить, а уют… Уют, он живет внутри нас. Как и счастье. Вот. И главное, как и домового, его забрать с собой и позвать, не забыть в квартире. В новых домах, построенных по нацпроекту, наводить уют можно будет сразу после переезда. В квартирах чистовая отделка, натяжные потолки, обои, линолеум. Есть даже чуть ли не такие же антресоли, как у Елены в старом доме. Перевози вещи, заезжай и живи. Елене и Наталье сделали адекватную оценку собственности. И количество квадратов в новом доме соответствует тому, что было даже чуть больше. Этаж хороший, вид хороший. Собственная набережная, все хорошо. Все очень хорошо. Будто жизнь впереди еще вся-вся-вся. Вот с чистого листа все начать и все по-новому. И вокруг построенных домов тоже все по-новому. Территорию облагородили, инфраструктуру наладили. Даже новенький и очень современный детский сад для семей с детьми построили по нацпроекту «Демография». Есть вот такие замечательные сушильные шкафы. Очень важно в Сибири после прогулки, чтобы дети могли посушить рукавички, валеночки. Здесь у нас спортивный зал. Будут приходить ребята на гимнастику, на спортивные занятия. Музыкальный зал большой, светлый, просторный. Будет распаковано через некоторое время цифровое пианино. Садик сейчас в процессе оснащения. Мы ожидаем сейчас постельное белье, игрушки, посуду. То есть все это уже закуплено. И через неделю-другую садик будет иметь совсем другой вид. Вместе с дружными соседками начнут жизнь с чистого листа до под Новый год еще около 500 красноярцев. 216 квартир в домах по улице Крайней предназначены для переселенцев из аварийного жилья, а 72 квартиры для детей-сирот. А вообще с 2019 года по программе переселения нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае построено 47 многоквартирных домов, куда уже переехали более 13 тысяч человек. Когда переезжать собирается? Если что, вместе поедем? Конечно. А то нам пианино перевозить. Конечно. Хорошо. Мы если что, поможем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»